Добро пожаловать в Дворец творчества детей и молодежи Преображенский. Меня зовут Ахмедова Ульвия Рауфовна. Я являюсь педагогом в мастерской флористики. На своем авторском курсе по флористике я вовлекаю детей и взрослых в прекрасный мир цветов и растений. И также мы в процессе обучения затрагиваем много различных декоративно-прикладных направлений. Должна сказать, что флорист часто отождествляется с декоратором. Даже это так и звучит. Флорист-декоратор или флорист-дизайнер. Почему так? Потому что флористы очень часто отвечают за весь комплекс декоративных мероприятий на каких-либо торжествах и мероприятиях. Сегодня мы с вами сделаем такую композицию с использованием простых, подручных, доступных нам материалов. Но она будет удивительна своей декоративностью, простотой декоративностью и позволит вам создать прекрасную атмосферу, ведь цветы, как известно, они вносят определенную атмосферу в нашу жизнь, как в доме, в квартире, так и, например, на даче. Что нам сегодня понадобится? Во-первых, это коврик специальный для резки, непрорезаемый, потому что сегодня мы будем использовать, и нашим основным инструментом будет канцелярский нож. Он может быть вот такой, как у меня, более профессиональный или более простая версия, которой вы пользуетесь, возможно, дома или школе. И также у меня есть вот такой даже в виде скальпеля, что просто очень удобно делать мелкие детали. Также мы будем использовать привычные нам ножницы, линейку, ластик на всякий случай. Нам понадобится циркуль. У меня вот такой, ну, конечно, здесь флористика, поэтому такой флористический мини-степлер. Ну и, конечно, любой флорист не может обойтись без своего профессионального инструмента. Это флористический секатор. Также я вооружилась вот такого размера, линейка, потому что у нас будут разные объемы резки, как маленькие, так и большие. Также в нашей работе основным декоративным элементом будет бумага. На этом моменте я хочу остановиться поподробнее, потому что, как видите, здесь у меня набор цветной бумаги специально для скраббукинга. Я посчитала своей удачей приобретение такого набора, потому что, как вы видите, здесь очень спокойные, очень красивые, натуральные расцветки. Это плотная достаточно бумага, что нам важно в сегодняшней работе, и она двухсторонняя. То есть в нашей работе вы в дальнейшем поймете, почему, это сыграет тоже определенную роль. Данные листы формата 30 на 30, что тоже увеличивает наши возможности. Ну и, конечно, сама декоративность просто чудесная. В данном случае, если у вас нет возможности приобрести такую бумагу, то вы можете воспользоваться обычно цветным картоном, либо цветной пищей бумагой. И, если честно, даже обычная белая бумага также сможет создать достаточную декоративность в работе. Я сейчас вам продемонстрирую итоговый результат нашей работы. Как будет выглядеть наша вазочка после того, как мы подготовим все наши детали. Вот вашему вниманию я хочу представить, как будет выглядеть наша вазочка после того, как мы подготовим наш декоративный материал. Посмотрите, какое чудо! Как вы можете видеть, внутри нашей вазочки находится обычная пластиковая бутылка. Сейчас жарко, мы очень часто пьем воду. Сейчас, слава богу, налажен процесс сортировки мусора, но также мы можем использовать данный материал повторно. Это дешево, не будет нам стоить ничего. Просто, безопасно. И посмотрите, как мы ее задекорировали, что бутылка заиграла совершенно по-новому. Чтобы подготовить бутылочку, я, конечно же, сняла. Мы будем использовать бутылочки нескольких размеров. Я предварительно, чтобы не занимать ваше время, сняла декоративную пленку, которая на ней была. И также здесь, когда отвинчивается крышка, остается такой ободок цветной, пластиковый. Его я тоже предварительно откусила кусачками. В итоге у нас остается чистая пластиковая бутылочка. Если вас будет смущать клеевой слой, который остался на бутылочке, его также легко снять, даже простым ватным тампоном с ацетоном, допустим, как один из вариантов. Вот такие несколько вазочек мы с вами сегодня сделаем. Обратите внимание на расцветку этой бумажной основы для вазочки. Это вот этот вот лист скрабукинга. Он был очень удобен в нарезке, потому что здесь уже сам рисунок облегчил мне этот весь процесс. А внутри проглядывается вторая сторона листа. Таким образом они чудесно гармонируют и видны. Я нарезала лист на полосочки шириной 5 мм. Для того, чтобы так аккуратно обернуть бутылочку, нам предварительно нужно замерить, сколько же бумаги нам потребуется. Для этого изначально я всего лишь вот так обернула, сделала себе заметочку с запасом 1-1,5 см. По этой заметочке я отрезала. И получилось, что готовый лист для работы мне нужен размером 21... Да, примерно 21 см. Чтобы у нас получился ободок сверху и снизу, я отступила от края по 2 см. И дальше нарезала, в данном случае по клеточкам. А здесь я, конечно, глазомер свой использовала, но вы можете сделать насечки по 5 мм. И, положив лист на коврик, с помощью большой длинной линейки и своего инструмента для нарезки, я проделала вот такие линии-надрезы через каждый 5 мм. На чем я хочу заострить ваше внимание, в прямом смысле. Использовать данный инструмент, так как он сильно колющий, режущий и опасный в работе, с ним нужно обращаться очень осторожно. Если вы не уверены в работе с ним, тогда я вам в дальнейшем покажу, как можно использовать ножницы, и только ножницы. Либо попросите, пожалуйста, родителей помочь вам в данном процессе. И будьте, пожалуйста, аккуратны. Если у вас обычный канцелярский нож с выдвижным лезвием, то, пожалуйста, выдвигайте минимальное количество лезвия, буквально достаточное для работы. Работайте стоя, чтобы ваш вес был направлен на нож. Крепко держите линейку, прижимайте лист бумаги, чтобы у вас ничего не ездило. И уверенным движением руки вы делаете прорезь. Конечно, это желательно делать при присутствии родителей. Более младшего возраста детям я покажу вариант, как можно сделать данную конструкцию с использованием только ножниц. Итак, мы дорезаем. Я предварительно нарезала, чтобы не занимать ваше время. Не переживайте, если где-то у вас, вот здесь у меня в данном случае пошло немножко неровно, ничего страшного. Вот у нас получился такой надрезанный лист. Этот лист тоже двухсторонний, так как здесь у нас разнообразная гамма бумаги. Я выбрала, что моей лицевой стороной будет вот этот рисунок. Очень милый рисунок. Здесь веточки, деревья. Что нам нужно сделать дальше с этим листом. Мы его заворачиваем, делаем нахлёст. Вот эти вот как раз сантиметр-полтора, которые вы взяли с запасом. И с помощью степлера мы этот лист скрепляем. Скрепляем в двух местах, чтобы наш лист не расходился. То же самое делаем снизу. У нас получается вот такая трубочка, туба. Что нам потребуется ещё? Как вы понимаете, если я просто поставлю бутылочку, то мою бумагу ничто не будет держать. Она будет пружинить, и такого эффекта не получится. Для этого нужно сделать вот такой картонный круг, который будет сдерживать нашу бумагу от вот этой пружиностисти. Конечно, он должен быть несколько шире, чем диаметр, который у нас получился при создании нашей вазочки. Сейчас я вам назову эти размеры, которые у меня получились. Конечно, я изначально на глаз замеряла примерный диаметр бутылочки. Сделала плюс, чтобы было побольше, потому что наша вазочка, вот эта декоративная часть, должна упираться в этот картон. У меня получилось, что наружный диаметр должен равняться 8 сантиметрам. Далее, чтобы надеть этот круг на бутылочку, нам нужно сделать еще две окружности. Внутри самая маленькая у меня получилось диаметром 22 миллиметра и средняя примерно 30-32 миллиметра. Я с помощью циркуля, поэтому он у нас здесь с вами на столе, прочертила эти окружности. Далее мне нужно было вырезать середину и сделать... Вырезала я середину по наименьшему, по наименьшей окружности, а далее с помощью ножниц я просто сделала надрезы, которые впоследствии помогают мне надеть этот круг на горлышко бутылки. Вот что у нас получилось. Посмотрите, размер бумаги был один, но за счет того, что эта бутылочка у нас выше, она на пол-литра примерно, это 0,33, она пониже. У нас получился разный рисунок за счет опущения вот этой декоративной части. Это более расплющенная, это чуть повыше. И вот эта игра высот, она создает очень классные декоративные ощущения и необычности. Если у вас нет возможности воспользоваться таким ножом канцелярским, я вам сейчас покажу вариант использования ножниц. Сейчас я вам хочу показать прием, который облегчит немножко вам жизнь, если вы не можете воспользоваться канцелярским ножом. Как вы уже, наверное, заметили, это немножко, знаете, такой след из детства, когда мы делали фонарики на Новый год, гирлянды. Это очень схожая техника, поэтому, возможно, вы уже догадываетесь, что я сейчас вам предложу сделать. Но вот это, например, вариант из картона. Картон детский, который продается наборами, он по плотности выше, поэтому, видите, он даже так сильнее пружинит. На маленькой бутылочке мне пришлось наполнить ее полностью, чтобы она своим весом сдержала этот картон. Вы посмотрите, тоже как чудно получилось. Этот вариант я подготовила тоже с помощью ножа, а вот этот я резала ножницами. Что я сделала? После всех замеров нужно просто сложить лист пополам. Быстро вам просто покажу. Опять-таки, не забыть о тех двух сантиметров, которые нам нужны будут сверху и снизу. А дальше, просто с помощью ножниц, вы нарезаете аккуратненько данные полосочки. Таким образом, когда вы раскроете этот лист бумаги, у вас получится тот же самый рельеф. Единственное, что здесь будет небольшой надлом, но он никаким образом не портит. Просто дизайн будет несколько другим. Вот сейчас я вам продемонстрирую на еще одном варианте, где как раз-таки получился данный надлом. Посмотрите, смотрится немножко по-другому, но от этого не менее симпатично. Что я вам хочу посоветовать? Для создания таких работ используйте более приглушенные тона, которые не будут отвлекать в дальнейшем ваш взор от главного все-таки элемента, который будет здесь у нас в данной композиции. Это от цветка. Поэтому данный набор я посчитала находкой, потому что здесь вот такие приглушенные, очень симпатичные узоры в натуральной такой гамме. Также я выбирала картон с тоже такими, знаете, пастельными, приглушенными тонами. Если у вас дома только белая бумага, но вам хочется какого-то узора, вы можете создать его сами с помощью красок сначала расписать лист, а потом точно так же его нарезать. От этого ваша вазочка только выиграет. Сейчас мы с вами расставим цветы в наши декоративные вазочки. Ну а сейчас мы перейдем с вами к основной флористической уже части. Декоративная часть закончилась. И флорист с радостью берет в руки свой любимый инструмент – это секатор. Сегодня мы сделали очень простые, но декоративные вазочки. И я вот знаю по своим знакомым, что очень многие любят выращивать цветы в садах, но предпочитают оставлять их в саду, не срезая. Считаю, что так они сохраняют свой сад более привлекательным. Данный пример показывает, что можно срезать в своем саду всего лишь несколько цветочков и поставить их буквально по одному в данные вазочки. И так получится, что вы привнесете в свой дом свои любимые цветы, при этом не нарушив красоты вашего сада. Также это могут быть любые полевые цветы, которые дети так любят собирать самостоятельно в полях. Это могут быть покупные цветы, которые прекрасны. Для этого не нужно покупать охапку цветов, достаточно в данном случае три. И это уже будет целая красивая декоративная интерьерная композиция. Я сейчас поставлю в эти вазочки веточки шиповника. Конечно, предварительно удалю все те веточки, которые мне мешают, лишнюю листву. Хочу заметить, и на дальнейших занятиях мы с вами обязательно об этом поговорим. Необходимо, чтобы в воде, когда вы ставите цветок, ни в коем случае не было листвы. Ствол должен быть чистый. Как вы заметили, я подрезаю секатором. Срез должен быть острый, свежий. Вы подрезали цветочек наискосок и тут же поставили водичку. И таким образом мы сейчас заполним с вами наши вазочки. Обновляю срез, ставлю в воду. Здесь удалю лишнюю листву, потому что она забирает все-таки жизненную силу у растения, у цветка. И поставлю уже исключительно цветы. Вот так легко и просто у нас получилась прекрасная декоративная садовая композиция. Сегодня результатом нашего творчества оказалась вот такая миленькая вазочка. В дальнейшем мы с вами продолжим изучать курс флористики такими маленькими, но очень познавательными шагами. Очень надеюсь на скорую встречу. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok